Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на основном канале и сегодня будет весело. Местами. В этот раз не буду просить лайки, хотя они до сих пор нужны и важны. Просто вы люди сообразительные и умные, поэтому понимаете, что если видео нравится, то логично нажать большой палец вверх. Представьте, вы успешный в своей сфере человек. У вас есть медийность и энная сумма свободных денег. Логично вложиться в какой-нибудь бизнес. Можно, как Александр Гудков, открыть барбершоп или как Алексей Серов химчистку, но многие вкладываются в рестораны. И зачастую это быстро заканчивается, хотя мы знаем успешный пример. В первый раз гости придут на медийное лицо и имя, а вот во второй нужно заманивать их уже качественной едой и сервисом. Ресторанный бизнес намного сложнее, чем кажется, и везде очень нужен грамотный напарник. У Собчак есть Зарьков, у Басты целых два компаньона, а у Ольги Бузовой мало половин и в личной жизни, и в фуд-бизнесе. Но это мы все проходили, что по сегодняшнему обзору. И реально правило работает, если у кого-то нет компаньона, значит у кого-то их два. А в меню у нас сегодня Григорий Лепс, известный исполнитель и весьма активный бизнесмен. В открытых источниках есть информация о магазине оптики и о ювелирном бренде, нас же интересует общепит. С Гинзой долгого партнерства не вышло, а вот с Крокус группы Галарова имеется два актива. В один из них, работающий с 2017 года, мы сегодня и отправимся. Но перед этим радостная новость о долгожданной встрече с давним другом. Господа, у каждого из нас есть друг, с кем встречаетесь редко, но каждая встреча как праздник. Вы имеете некую ментальную связь, что как будто и не расставались. У меня такая история с самым большим интернет-магазином десертов cheesecake.ru. Подумать только, прошло полтора года, но знаете, что осталось неизменным? Качество и отменный вкус десертов со всего мира. Манговое мороженое в манго. Как же я скучал. Ребята, вы не представляете. Как говорится, стоп-однеграться, а я поем. Да, да. Оно самое. Десерты и выпечка приходят в шоковой заморозке. Можно хранить в морозилке хоть целый год и размораживать по кусочку. При этом после разморозки сохраняется консистенция, цвет и вкусовые качества продукта. Так что если вы на диете, можете не есть сразу весь торт, а растянуть хотя бы на пару дней. Ну и конечно мы с cheesecake.ru не забываем про подписчиков. У вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше двух iPhone 12 Pro. Для участия в розыгрыше оформите заказ до 15 апреля на сумму от 3 990 рублей. Важно получить его не позднее 15 апреля. Доставка во многие города России уже на следующий день после заказа. Уточняйте на сайте. Не забывайте про промокод BRANDT. Он дает скидку 52% на все. И кстати, куда же без подарков. При заказе от 2 490 рублей в подарок 1 порция мороженого в лимоне или в апельсине. А при заказе от 3 490 рублей в подарок порция мороженого в кокосе или в манго. Подробности и ссылки в описании. Приятного аппетита и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Кто празднику рад, тот загоди пьян. Вот мы и в рюмке водки Григория Лепса. И на самом деле выглядит, хоть и написано back to USSA, не как забегаловка, а как крафтовый бар. Меню на большом листе я бы его заглавил как закусь, потому что так по сути и есть. Салаты, закуски, супы, горячее тесто, блюднокомпанию и десерты. Зачем-то, но их тоже попробуем. Ну и конечно, вторая часть меню, более интересная сегодня для меня, это напиточная, барная. Крепкие напитки, водка, наверное, 40 позиций и домашние настойки по 190 рублей за стопку в количестве 30 штук. Это, конечно, воодушевляет. В общем, сейчас патриаризируем официанта и спросим, что лучше заказать. Мы сегодня пришли на праздник, можно сказать, потому что для меня встреча с подписчиками всегда праздник. Нам нужно 5 блюд определиться с ними и 3, я думаю, что осилю настойки. Больше? Вряд ли, потому что все-таки уже и возраст, да и сейчас 2 часа дня. Давайте начнем, может быть, с легкого. Из супов мне понравился по названию, опять же, борщ с мясом, потому что ничего вроде особенного, но при этом борщ с чт. Борщ с чт. Это хорошо. Из горячего давайте все-таки протестируем вашу шаверму. Я в нее, честно, не очень верю. И по цене, и по слову шаверма в Москве. Советуюсь вам бифстроганов. Не прогадаете. Понял, понял. Для этого мы и общаемся. Ну, раз советуете, значит, давайте бифстроганов. Я думаю, что десерт тоже нужно взять как финалочку. Сметанный или наполеон? С едой разобрались, давайте смотреть по напиткам. У нас будет перетив, серединная тема перед бифстрогановым и, соответственно, дежестив. А сейчас нет настоек? Частично. Частично есть. Не расстраивайте меня. Я пришел ради этого специально. Пока что рано очень. В смысле рано очень. Настойкам все времена покорны. А со скольки появятся настойки? Может, мы досидим? С шести, не раньше. Не досидим. Ладно, ну, давайте иметь, что имеем. Имбирь, лимон, чтобы так вот разодорить рецепторы. И вот самое главное, это середина, это вот основа, это база, это плацдарм. На что мы будем опираться здесь? Может, попробуйте дубовую? Ее сейчас нет в этом списке, но она... Секретная настойка, самое то. Давайте дубовую. ДЕС, средства на слахаха, это хорошо, а вот плохо, то, что в 2 часа дня, в пятницу, нет почти никаких настоек. То есть, осталось из всего великолепия, там, из 30 штук, буквально 5-6. Ну, я думаю, что справимся. Будет повод прийти после шести. Не сегодня уже, потому что вряд ли мы досидим, но когда-нибудь. Если жизнь подкинула тебе лимон, сделай лимонад. Подошла девушка и сказала, что, к сожалению, сейчас лимонад в домашних нет. Пришлось заказать еще одну настойку. Малиновую, сладкую, перед десертом. Переживем, ничего страшного. В качестве аперитива настойка имбирь-лимон 190 рублей, 50 миллилитров. За ваше здоровье, господа. О, очень насыщенный имбирек такой, продирающийся сквозь лимонные чащи. Только рюмкомодки на столе. Хорошо. Готов к холодцу. Только я сказал про крафтовый бар, тут же мы вернулись back to the USSR. Вот такая вот лодочка эмалированная, такая вот кружка металлическая. И здесь микс хрен и горчица. Ну, после настоечки прям хорошо, аппетит разыгрался. Аромат спокойный, даже больше укропный. Очень плотное желе. И мяса не так прям, чтобы супер много, но, в принципе, нормально. И стоит 350 рублей вместе с гренками и с этими вот добавками. Реально закусь. То есть, вот взять хреновушку, опрокинуть и вот тут же заесть холодцом. Помните, год назад мы с вами были в восходе на бранче и там пробовали холодец. Вот тот холодец, всем холодцам холодец. Мясо и желе здесь в одинаковых пропорциях. С чесночком. Ребята, не пожалели чеснока. Этот в целом нормальный, но не тот, ради которого стоит конкретно идти. Как закусь – отлично, но не самостоятельное блюдо все-таки. Грубоват, мяса не очень много, оно не мягкое, но 350 рублей в центре Москвы вместе с гренками и с хреном горчицы адекватно. При том, что настойки стоят очень дешево. Ну да, то есть это что-нибудь заесть. Но, конечно, не прям что-то восхищает. И давайте окунем. Стало поинтереснее, он подраскрылся. На этом краю, в принципе, у нас мяса нет, только желе. Гренки прохладные, что удивительно, либо они уже остыли, либо такими к нам прибыли. Так. Хрустящий даже слишком. Опять же, внутри нет мягкого центра. Я все-таки гренки люблю больше из серого ржаного хлеба, чем из бородинского, потому что он слишком для меня горчит. Они сделаны нормально, правильно, то есть это не испортит практически. Но мэча сто процентов не случилось, и на мой вкус не очень подошло. Но если мы знаем, как должно быть, и как мы любим, то уже сравниваем. Ехав сюда, думал, что я буду пробовать новую настойку перед каждым блюдом. Но понял, что до десерта мы бы не дошли, поэтому у нас сегодня они пореже. А это борст, как написано в меню. 360 рублей с двумя греночками, салом, луком и чуть-чуть капнутой сметаной. Ну, вот могли хотя бы заполнить всю вот эту вот бадеечку. Но цены образования супов у них довольно странные. Видимо, у них дешевые напитки, поэтому они могли поставить цену 300 рублей за куриный бульон с яйцом и горошком. По названию 300 рублей не может стоить. Но борщ имеет адекватную цену, важно посмотреть, сколько здесь мяса. А мясо здесь не так, что прям супер видно. Так, вот это мясо кубик. Второй, третий. Ну, честно говоря, максимум 5 мы здесь наловим. Так, ну ладно, давайте пробовать, насколько он насыщен. Все-таки малонасыщенный, водянист. Как закусь может быть и норм, но как отдельное блюдо, конечно, 350 рублей я бы больше не отдал. Так, по мясу. Не самое мягкое, но приемлемое. Ну, конечно, бульон, да, очень спокойный и совсем не мясной. Итак, сметанка. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Ну, стало поприятнее, но, опять же, мясистости здесь не прибавилось. В меню написано с мясом, и здесь мясо есть. Поэтому не обманули, но просто не скажешь, что его не очень много. Знакомые нам прохладные гренки и просто ледяное сало. Как дополнение к хреновухе было бы, конечно, поприятнее и послаженнее. Естественно, не могу не насладиться луком. Хрустящий, душистый. Ладный. Вроде уже и нормальный борщ. Имбирочка дошла, всасывается в кровь и дает приятное ощущение. На самом деле, конечно, слабоват сам по себе. Переходим к горячим закускам. Это у нас чебуреки, 120 рублей, говядина-свинина. 140 было бы за баранью, но мы сегодня много не тратим. Поэтому вот у нас такие по 60 рублей каждый. Румяненькие, хрустящие. Но на просвет, конечно, мясо здесь на треть. Выглядит внешне хорошо. А здесь сколько? Здесь тоже вот столько мяса. Естественно, чебурек не должен быть заполнен мясом на 100%. Но вот на просвет, конечно, немножко скудновато. Хотя 120 рублей в центре Москвы за эти деньги вообще ничего не купить. Более того, чебурек на вокзале, на некоторых вокзалах, стоит дороже. Поэтому самый главный вкус. За ваше здоровье, господа. Тепленький, хрустящий, нормальный, съедобный. Не супервкусный, не суперклассный. Но здесь кухня как дополнение к напиткам. Поэтому закусить на стойку тоже хорошо. Но прийти сюда просто поесть я бы на самом деле не советовал. Хотя, опять же, цены здесь очень низкие. Поэтому если вы ищете где подешевле, тогда это может быть ваш вариант. Но при прочих равных, конечно, блюда уступают. Перед новой на стойке нужно поесть жирненького, чтобы сильно не опьянять. Капает, но не очень обильно. И у мяса какой-то привкус растительный, что ли. Следующая настойка секретная. Ее нет в меню. Называется дубовая. Стоит у нее 100 рублей за 50 миллилитров. Аромат очень сладкий. Знаете, на что похож? На кленовый сироп. Интересно. За ваш здоровье, господа. Ветер плачет за окном. Тихо. Она, конечно, намного тяжелее, чем первая. Тоже достойная, тоже яркая. Но ее как раз таки нужно чем-то сразу заесть. Чебурек перед не помогает. А на послевкусие и впрямь такие древесные дубовые нотки. Все-таки дубовая настойка чуть-чуть для меня тяжеловата. Но это не мешает нам насладиться. Надеюсь. Бифстрогеново 570 рублей. Вроде как все вот обильно, пышно, хорошо. Но если мы к мясу присмотримся, его тоже небольшое количество. Вроде объемно, пышно, многосоставно. Чипсики, большой огурец, зелень. Но вот мяса здесь тоже не так много. Хотя аромат зелени очень яркий и душистый. Соленый огурчик, прям огонь. Опять же, как дополнение. Домашние чипсы прозрачные. То есть это звук, вид, аромат, вкус и тактильное ощущение. Все есть. 570 рублей это в два раза дешевле, чем было в Яре. А там было очень средне по вкусу. Загребаем на вилку мясо, соус, грибы, зелень и пюро. Тихо, не падаем. Хорошо. Вот тут, тут хорошо. По вкусу приятный, цена направлена. Это единственное блюдо из сегодняшнего, которое можно отдельно заказывать и не обломаться. Но, конечно, с настоечкой было бы полнее, позаконченнее. Ладная пюрешка. Насыщенный грибной соус. У меня соус как мало, но оно здесь чувствуется. Если в борще его как бы не хватало, ни по виду, ни по вкусу, то здесь. Вроде не очень много, но ощущается. Бифстроганом хорош. Подача, конечно, простецкая, советская, обычная. Но, с другой стороны, нам не обещали изыски. И тем более за 570 рублей. Ну, чипсики, мое почтение. И давайте зачерпнем. Это не потому, что уже было две настойки, как минимум. Это из всех, что мы снимали. Ну, потому что, правда, блюдо вкусное и в его, и в его. И его можно посоветовать смело. Как в комплекте, с жидкостью, так и отдельно. Понравилось? Вкусно? Идем дальше. Перефразируя слова классика, можно сказать, только лафитник на стойке на столе. Малиновое вместо домашнего лимонада с 90 рублей 50 миллилитров. Обещали, что будет сладенькое. Закуска, конечно, градус крадет. Правда, так вот сладенько, но при этом кислинка тоже ощущается. За ваш здоровь, господа. Мягко пошла. Хорошо. Лучше любого домашнего лимонада. Как я и думал. Сладкая, а на послевкусии кислинка. Пока что лучшая на мой вкус и сегодня. Первая тоже была интересная, но не дотягивает до малиновой. Десерт награды заеду. И сегодня у нас награда. Это Наполеон, 310 рублей. Адекватный кусочек за такую цену. Сахарная пудра. И эмалированная такая вот тарелочка. Что у нас по мягкости? Как минимум хрустит, как минимум нежно. Много крема. И давайте посмотрим, насколько это все сбалансировано. Нас сегодня отвозили от шавермы, посоветовали бифстроганов, и это очень хороший совет. И также нам посоветовали Наполеон. И он тоже на самом деле хорош. Так что спрашивайте у официантов, что вам заказать. Кайфовый, нежный, устилающий, межусладкий. Хорошее завершение обеды. Я на самом деле тоже могу посоветовать этот десерт. И если пришли поесть, берете бифстроганов, Наполеон и какой-нибудь лимонад. Вообще будет супер. Если все-таки выпить, тогда я думаю, что можно в теории взять все, потому что как закуска, все годится. А про него больше ничего не скажешь. Недорогой, конкурентоспособный, вкусный, хрустящий, при этом нежный. Сладкий, при этом непритерный. Вкусный, при этом недорогой. Что еще нужно? Дежестив. Красная смородина, 190 рублей. Настоечка с каким-то таким вот на этим. Ярким, интересным осадком. Как слеза, если бы она была такого цвета? Дежестив, за ваш здоровье, господа. Этой молодой, умной, крики. Хороша чертовка. И это я не только проэффициент. Если десерт награда за еду, то счет это наказание за еду. Мы сегодня с оператором вдвоем наели на 3230 рублей с учетом пяти настоек, пяти блюд. Это очень и очень здорово в центре Москвы. Обслуживание, хорошая еда все-таки под напитки, под алкоголь. Только бифстроганов и десерт были как самостоятельные блюда, все остальное, на мой взгляд, было как дополнение к напиткам. Оплатим карты, оставим 400 рублей, чаевых, во-первых, у меня больше нет, а во-вторых, здесь хорошая обслуживание, поэтому чуть больше 10%. По итогу скажем, что бар, рюмка, водки не столько про еду, что логично. Да, там можно перекусить и даже наесться, но редкое блюдо вызывает гастрономический восторг. Все просто, дешево и без наворотов. А вот напитки дело другое. Особенно понравится любителям крепкого алкоголя и настойк. Ну и огромным плюсом является ценовая политика и местоположение. Как всегда, в моем телеграм-канале по ссылке в описании будет полное меню заведения. Подписывайтесь, как только там будет 10 тысяч человек, наши взаимоотношения выйдут на новый уровень. Вы лучше всех, Макс Брандт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok